в общем начнем итак события на следующей неделе у нас из важных это выбора во франции 7 мая может сильно повлиять на финансовый рынок в принципе если будет неподходящий кандидат выбран 8 мая в день победы естественно всех с наступающим да кстати с 8 по 12 мая будет акция на сайте можете ознакомиться вот собственно и слайд касаемо акции кликните на картинку перейдите на описание в принципе условия те же самые как у нас обычно новогодние акции бонусы и скидки торговый баланс по китаю также будет понедельник 8 мая и 9 мая продолжается день повели соответственно в среду по открытым вакансиям кстати 9 мая по штатам будет отчет и среда в среду у нас запасы нефти как обычно 17 30 10 мая затем идет решение попростой ставки новая зелания и будут выступать описать зеленого банка новой зеландии уиллер потом четверг очень важные события будут по британии на там будет также при вас решение о процентной ставке в принципе если будет изменением принципе в любую повышение снижения но это как минимум волатильность ну и собственно кто на волатильности работает будет как раз подходящий момент также будет отчет банка англии по инфляции тоже интересно посчитать как у них там развивается этот весь brexit как это все влияет но в общем интересно было бы даже всю общую статистику посмотреть пятницу в германии и по странам интересно события будет очень много счетов по японии на следующей неделе отчитываются крупные компании начиная от тойота и заканчивая митсубиши банки здесь на по россии поле золота в среду и из таких известных и знакомых в компании крупных кроме поле золота а кока кола до какого рассчитывается nissan ну собственно промсектор японии в там немножко пару вроде китайских компаний отчитываются ну в общем все внимание на восток и так и так и так и так начнем начнем с ртс обратим внимание что по ликвидности реакция на текущую четырех дневную коррекцию вроде бы неплохо начали дошли до 112 и на этом все закончилось тут сформировали в зону стоимости период взят с начала мартовского контракта 15 декабря и все поле битвы собственно здесь и происходило в объемном эквиваленте также стоит обратить внимание на активность участников серые отметки дней сейчас дневной таймфрейм выбран это прирост открытого интереса темные участки естественно фиксация собственно единственный прирост был относительно предыдущей торговой сессии сегодня причем не аномальный но на это стоит обратить внимание далее по дневным еще таймфреймом еще захватим по дисбалансу уровне и будем двигаться к фондовому рынку газпрому и сбербанк принципе если есть предложение по каким-то компаниям рассмотреть на следующем москвит онлайн абсолютно не стесняйтесь пишите в сообществах какая акция действительно интересно то есть она достойна внимание и вполне можно даже долгосрочно допустим инвестировать можно посмотреть его проанализировать в ракурсе объемного анализа imbalance и попробуем принять какой-то консенсус и так по дельте как видите по фринкс ортез поменьше взять таймфрейм вернее период лимитов тут нет и отлично и так очень топовая дельта была третьего числа собственно 111 стоит так и на три дня ушли в нисходящую динамику стоит отметить сегодня хоть и небольшая дельта с учетом того что вполне могли фиксироваться перед выходными спекулянтов но прирост как раз покрытому интерес обшелся на этот день поэтому 106 вполне возможно стратегический уровень который могут такие крупные крупные организации поддерживать например центробанк по перевесу небольшой перевес на самом деле 1 6 процентов сейчас мы включим вы избавив и погрузим и так это кумулятивная дельта каждого каждой волны динамики тенденция кому как удобней по площадке которая была сформирована как раз в районе 108 700 давайте за фиксируем этот уровень принципе достаем внимание по 107 250 вот этот уровень площадка была сформирована как раз середина апреля и пошел неплохой рост достаточно так уверенно шли и тут либо затяжной вернее за тяжелое коллекционный момент вы сбрасываете баром которые тут участвовали набрали далее там в общем два с половиной миллиона вот и повторные вот был маневр но слабее то есть это конечно вызывает подозрение по ликвидности не актив то есть идет ровно но были и по объемом больше в агрессивные развороты пока это не выглядит как точка разворота прямо вот сейчас до был скачок особенно вот на продаже которая но не более поэтому нужно еще пару дополнительных триггеров вот пятница достаточно интересно обратить внимание на структуру дня на четверг у нас 70 процентов четвергам просто шли вниз вместе с вечеркой по дельте пятница достаточно так активно как раз на американской сессии выступила причем давайте сейчас посмотрим по открытому интересу прирост открытого интереса начался с четверга вот 16 30 вот такой динамика пошла и до 12 00 как раз вот 5 то есть с этой точки будет у нас был интерес у финансовых ну у спекулянтов и 106 650 достаточно интересная площадка отметим вот этот коридор плотно проторгованный агрессорами на покупку со 7 300 и вот но зафиксируем если на следующей неделе будут жестко стоять и не пускать ниже этого коридора вполне могут его удержать соответственно попробуем поработать с уровнем как от чего отталкиваться хоть ликвидности немного но это первый день за длительный период когда был прирост по позиции открывались новые сделки дельта пока небольшая на покупку но оба дня закрылись в коридоре 17 750 108 150 и четверг и пятница закрылись именно в этом коридоре два уровня особенно 108 тут две тонны дельта на покупку за два дня кто-то неплохо так вроде работают по 108 поэтому как сценарий это атака 2 2 2 2 ядра то есть двух ядерная неделя получилась у нас сейчас вам отмечу вот 100 9 10 110 этого 109 100 первое ядро вторник плюс и да далее идет четверг и пятница тут де-факто постаралась по большей степени пятница вот видите очень мало времени там были торги по этим ценам на четверг в основе чего вечерняя сессия и за один день набрали в ликвидности на максимальный объем за неделю за один день 50 тонн только по 100 6 850 здесь у нас чуть поменьше то есть два ядра первое было конечно на понедельник и тут у нас 44 и так три важных уровня на неделе по ртс которые стоит выделить и учитывать при принятии торговых решений значит если мы без проблем проходим как раз вот вторник третья и пятая вот как раз средняя массивность ну как раз до конца недели это вполне выполнимый сценарий но с учетом если будет действительно активность байеров она может легко исчезнуть после выходных как раз вот выборы во франции может что-то измениться и вот этот коридор обязательно возьмите это ключевой массив который очень быстро нагнали ликвидности и прирост открытого интереса пост это культурная дельта по дням каждый день учет с своей дельтой с не общая за неделю а как раз по де по 10 каждого дня соответственно два дня у нас все в норме все как и должно быть и единственный вот по итогу все-таки закрыли бая вот так вот уничтожили понедельник вернее второе число вроде старались старались и потом целеры взяли свою то есть это сопротивление и уровень 100 9 200 109 850 тоже как сопротивление и давайте возьмем сбербанк следующий посмотрим так с ранним ликвидностью в районе полугода с каждым днем все меньше и меньше оборотов обратите внимание то есть потраченные объемы на пит стоп на 149 50 потихонечку успокаивается то есть активность угасает чем выше идет цена сейчас я думаю у инвесторов и те кто работает на на акции сбер как раз хотят подождать решение по выборам во франции я думаю это очень важно будет ну и на следующей неделе процентная ставка британии и в новой зеландии тоже два ключевых события и потом уже можно будет либо принимать решение дальше держать позицию хотят держится сбербанк дней после такого подъема неплохо давай посмотрим что по дельте у нас ну принципе тут полмиллиона тут точно так же и ну смотрите третьего числа полмиллиона дельты на шорт рынок и не не дернулся совсем то есть не пошли шорты три дня так и стоят на той же точкой вполне могли бы разбросить какие-то позиции это в принципе отпечаталась на третьем мая так сущая неделя будет такой короткая поэтому учитывайте то есть газпром по газпром интересная картина как раз ликвидность 24 по 28 число вот топовая была почти 10 миллионов оборот акций за день и за период ну даже давайте возьмем за год это неплохой оборотик прошел сейчас подгрузится данное сравним за год по статистике а вот и даны и так а вот и даны и так давайте сравним ликвидность таких периодов как дней 10 миллионов это как раз вот старт до 165 потом опять же 10 миллионов кота хорошие привычки почти 10 миллионов и почти 10 миллионов то есть активе активация именно по такому масштабу ликвидности происходит как видите на участке одного года каждый раз кроме вот этого единственно тут правда 8 миллионов но тут явно сброс был тут было опасно три из четырех практически это были в основном перед ростом активности давайте посмотрим по дельте сравним и так покупки так и есть подтверждается тут тоже и тут тоже дельта везде вот таких действительно важных по объему активных участок везде было дельта на покупку видно тут до загрузились на шортах тут у нас двое 8 дельта так что так возьмите на заметку давайте этот уровень выделю вы уже подумать он примите решение как пользоваться этой информацией в общем по дельте по последним сессиям стоит отметить 21 по 20 даже по 3 мая сохранялась агрессивность байеров ликвидность у каждой сессии разное но вот костяк этого всего всплеска то есть это проявление интереса к акции у крупного игрока и посмотрим насколько нам дисбалансировали но 26 числа 22 и 7 процента дисбанс немало для акции это немало поэтому стоит выделить по итогу этого анализа достаточно интересный участок который может неплохо послужить точкой опоры и площадкой для роста так значит сейчас мы настроим то вам тоже было видно прозрачность этого кастомизированного профиля секундочку 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 посмотрим дельта и так дельта у нас самая такая плотная часть пришлась на 130 20 133 сколько лет прошло с момента знакомства меня с биржей крупные игроки ленивая прям вот 132 133 никаких излишеств никаких лишних движений все по ровненьким цифрам идут ничего не меняется в принципе зачем эти сложности да так это вот по самым таким участкам особенно вот 132 133 принципе как раз там и вот этот уровень поддержки на следующей неделе будет решаться если серьезно настроены боевые две сессии были на дельте небольшой на целерах ведь она по сравнению с этой активностью ну тут была дельта миллион триста ну весомая вещь не дальше рубль и так вроде на газпроме проявилась активность на рубле ровно абсолютно ровно без какой-то аномальной активности кроме вот пятницы 38 среднем за неделю было в районе полтора не полтора но в районе двух точно чуть больше и давайте выделим важные участки значит зона стоимости ну если брать за год давайте уже возьмем переборщил с текущего дня по год назад и так . 57 вернее цена описи 7 пока неплох себя уже уже второй раз зарекомендовала 6 половиной уже аккумуляция произошла и 58 200 6 половиной на 59 тоже стоит захватить по открытому интересу в принципе в три дня что-то даже открывали сегодня ну само собой значит три с половиной двадцать три двести пятьдесят семь скинули скорее всего сейчас давайте посмотрим на фоне дельты да 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 так и было три дня открывались и сегодня вышли в принципе перестраховались и правильно сделали поэтому если все так и останется по плану то эти же бары начнут заходить на следующей неделе как только получит подтверждение поэтому не пропустите данные подтверждением иначе проблемный участок у них может быть по 60 и 6800 так давайте посмотрим по дисбалансам на дневном таймфрейме 15 минутки трогать не будем сегодня немножко сокращенный будет обзор в связи с небольшими техническими моментами 8 мая в любом случае будет старт курса smart volume трейдинг уже 3 и 20 00 все кто уже записан не пропустите так да еще захватим вот этот уровень достаточно важный все семь восемьсот пятьдесят шесть восемьсот пятьдесят это по коридоров достаточно ликвидный далее участок где пытались разворачивать как раз вот возописи шестой тут у нас на час активно включим вы извините у рубля очень много чиков и немножко рассчитывает программа вот или инструмент и так что у нас есть так ну вот такой достаточно смелый агрессор на данном этапе буквально вот ну пик был 67 слабенько слабенько поэтому опять же пятьдесят семь пятьсотом плюс-минус тот уровень который выделил путь сбалансово если будут поддерживать то есть будет агрессор на покупку в этом случае еще есть какие-то шансы на коррекцию до там 60 отметки 61 если будет агрессор и серьезно и по объему и под самым интересом давить по столкнуть ниже 57 там уже пойдет на реакция уровне выделены теперь посмотрим на фоне спота как это все выглядит и как раз перед выборами франции рассмотрим еврик и одну нефть и будем заканчивать и так где у нас под погружается еще данный за год конечно а вот и данные обратите внимание пятое число принципе за селлерами хоть и небольшая по объему победа но есть принципе это спот само собой тут вообще если день отличился за селлерами видите тоже небольшие дельты и потом 61 ушли на 59 поэтому не стоит недооценивать и могли разгрузиться конечно посмотрим ликвидность два дня явно отличаются ну друг от друга они не отличаются полики оба по 5 миллионов но вот третье и второе прям два раза меньше поэтому ключевые дни вот по спорту это 4 5 числа по дисбалансу отметим точки по 58 в принципе 57 75 по 58 с копейкой а вот целлер отметился здесь 58 56 сопротивление и поддержка тут вполне вполне давать по дельту процента сейчас еще раз с этим восемь процентов а здесь 7 до 15 ск могут добавить на следующей неделе поэтому в принципе тут все внимание будет еще вот такси 9 неоднократно было и поддержка и потом все таки продавили через какое-то время весе по последним это вот этот массив он как раз и будет ключевую так в евро так так Сейчас данные должны были подгрузиться уже. Это котировка за год, у нас ввести индикатор сейчас включен и все чаще начинают удерживать дольше контроль байера, тут видно первая попытка, потом еще раз и на этой неделе у нас получается по дельте Пока слабенько была вот неплохая активность и в принципе тут пока выборы не пройдут по Франции лучше повременить с размещением новых позиций будет понятно. В принципе если две восьмерки так и оставят нетронутыми, по процентному отклонению тут 7, практически 3 дня было процентовкой по 7 на стороне селлера и сегодня 6. Так, это по еврику, давайте еще оценим открытый интерес, вообще там кто-то заходит, тут заходили все по-честному, а здесь неуверенность, ну в преддверии процентных ставок выбора во Франции это вполне предсказуемая реакция участников. Значит у нас зона стоимости выделена 0.55, возьмите как ориентирный коридор по 0.735. В принципе пока будет удерживаться цена выше данного коридора, даже вот попробуем начертить кривую, вернее не кривую, а наклонную поддержку. Как раз коррекция до 0.735 вполне будет подходящим сценарием, как раз на поиск точки входа на бай, при отработке массива на 0.55, 0.735. То есть это было бы неплохо. Дефакто у нас маневр создают по... Ну сбрасывают байеров, потом потихонечку отстаивают уровень и идут дальше. То есть поддержка обоснована и стоит на это обратить внимание. Пока открытый интерес слабенький, поэтому осторожно. Как только начнут вливать, ну это конечно очень показательный пример, но по крайней мере каждый день, хоть и по чуть-чуть, но каждый день. Здесь ведь зайдут, выйдут, не так уж у них уверенно выглядит картина. Да и в принципе еврозона сейчас пока не особо уверенно выглядит. Ну и CL, она более ликвидная сейчас. Но последок. Зрители, которые будут смотреть в записи этот обзор, напишите в комментариях. Ваш ответ, стоит ли развивать сервис рейтинг прогнозов, ну аналитиков. То есть можно в платформе Wolfix почти уже до самого финиша проект размещения прогнозов. Вот непосредственно не текстом, а как в виде сделки. И составлять рейтинг. Нужно, не нужно, будет ли вам это интересно, следить за неплохими аналитиками, получать от них рекомендации, либо просто следить и получать уведомления о новых сценариях, либо интересных паттернах на рынке. Ну и, соответственно, процентные сравнения прогнозов будут определяться автоматически программой. Насколько прогноз в процентном соотношении с указанной точкой во времени, либо же до цены соответствует. В общем, на YouTube-канале, по возможности, если есть желание, оставьте свои комментарии, и будет интересно ваше мнение. Так, CL, он же Light Sweet Crude Oil. По ликвидке, давайте посмотрим, что там за год. Ну, в общем, достойно. Достойно 862 тысячи оборот. Пришелся на четвертое число. Пятое, в принципе, там недалеко ушло, 759. Но, как видите, за 2017 год это топ. Вот был топ 800 промелькала. 832. В 2016-м, да, миллион был оборот за сессию. Так, по открытому интересу. Сейчас смотрим активность. Интересуют непосредственно эти две сессии. Третьего был стойк, четвертого чуть-чуть сброс и снова зашли. Значит, по дельте у нас приходится пятница на покупателей. Как раз при распадке этому интересу пришелся на сегодня. Ну, в общем, в коридоре четверга удержались. Как видите, 4765, 4385. И закрывать, ну, день могут, в принципе, закрыть ближе к максимуму пятницы. 3% отклонения против почти 5. Ну, не густо, как говорится. Так, увеличивается агрессивность уже четвертый подход у селлеров. А у байеров контроль буквально там день и все. Поэтому пока будем видеть еще 3-4 дня такого хорошего прироста под дельте. Ну, лучше не спешить с покупкой черного-черного золота. Вот так вот. Как видите, это на истории видно. С 1, 2, 3, с 1, 2, 3, с 1 числа по 19. Ну, фактически 2 недели заходили ребята. И потом пропали. Поэтому с одного дня пока будет рановато принимать решение. С учетом такого резкого пики. На бренд, скорее всего, похожа картина. Я за сегодня еще не успел заглянуть на брендиус. Сейчас мы глянем быстро. Так, так, так. Так, так, так. Да, насыщенная неделя будет. Так, что те, кто на волатильности зарабатывают, либо на арбитражах. Welcome. Так, где у нас там? Игнорят пока на бренд. В принципе. Два дня по почти по 300 штук. Тут 290 и 304. Но активность по позициям новым слабенькая. Похоже, что проломили. Технический уровень 49,5. И тут всех, кто там покупал, сейчас вылетают с вот этой дельты на продажу. Поэтому четверг и пятница просели по открытому интересу. Первый сценарий, который, в принципе, вполне может пройти, это защита вот этой массивности в качестве сопротивления. Так как тут, ну сколько, раз, два, три, порядка четырех точно плотно сессий перед атакой на 40, сколько там у нас, 46,6. Могут дать байерам шанс там подтянуть до 51,5. Но если будет резкий возврат, вот в районе такой же волатильности, как здесь, вот, там почти полтора доллара, грубо говоря, там сколько, 49,2. Ну вот за день, там допустим, если до 51,5 доберутся на хорошем объеме, с продажами лучше повременить. На сегодня все, до следующего взора. Всего на лучшего, хороших выходных. Встретимся в следующей пятницу. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok